Социальные услуги Центр «Душевные люди» предоставляет с 2016 года. Работа ведётся с тяжело больными людьми, нягонцами с УВЗ и инвалидами. Кроме того, сегодня некоммерческая организация реализует порядка 14 проектов. Все они исходят из проблем, с которыми сталкиваются отдельные граждане. Так тестируется новый проект, направленный на трудоустройство инвалидов молодого возраста. Сотрудничая с предпринимателями Нягоне, руководство надеется решить проблему трудозанятости данной категории населения. Сегодня есть такая возможность человеку оформиться как самозанятый гражданин. То есть и законно, и заниматься тем, что он нравится, и при этом это будет приносить ему доходность. Данный наш проект направлен на то, чтобы дать навыки, обучить чему-то молодых инвалидов, для того, чтобы они смогли устроиться на работу, для того, чтобы они смогли реализовать свои знания, свой уже какой-то опыт, который приобрели у нас, для того, чтобы оформить самозанятость. Сегодня в центре оказывается шесть видов услуг, которые предоставляются в форме полустационарного социального обслуживания и социального обслуживания на дому. Данная автономная некоммерческая организация в округе на слуху, поэтому в рамках рабочего визита в Нягонь с деятельностью центра познакомилась директор департамента социального развития Тереза Пономарева. Сегодня мы сотрудничаем также с больницей, потому что у нас единственное в городе, у кого есть на руку докладка, когда после операции сильные отеки, ни в поликлинике, ни в больнице нет, нам направляют. Сегодня в Югре в части социального обслуживания работает 200 негосударственных поставщиков социальных услуг. Как отмечает директор департамента, данное направление деятельности в округе развито хорошо. Предоставление услуг населению – это тема, которая вечна и которая всегда развивается, и которая всегда актуальна. И развивать это, конечно, нужно. Нужно, чтобы югорчане жили в прекрасных, хороших условиях. И доступность социальных услуг в городе, в небольшом населенном пункте была одинакова. Развивать свою деятельность в центре «Душевные люди» намерены дальше. Задача – охватить как можно большее количество горожан для того, чтобы повысить качество жизни пожилых людей, инвалидов, нягонцев, СОВЗ, помочь одиноким мамочкам и жителям, имеющим проблемы со здоровьем. Сегодня из 14 проектов, реализуемых в организации, большая часть услуг предоставляется за счет средств грантовых поддержек, начиная от муниципальной, заканчивая президентской. Продолжение следует...